Генпрокурор Юрий Чайко рассказал, что в 2018 году материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, составил 65,5 миллиардов рублей, что на 66% больше, чем в 2017 году. Однако вместе с этим вырос и возврат средств. Компенсировать удалось 46,5 миллиардов, а годом ранее 26,5. Тем не менее, коррупция никуда не исчезла, и ситуация выглядит так, что эта самая коррупция только набирает обороты. Но главное в этом процессе то, что нам пытаются внушить, будь то борьба с коррупционерами, это и есть борьба с коррупцией, что совершенно не так. Об этом накануне ТВ рассказал экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делегин. Прежде всего мы не можем трактовать эти данные как то, что коррупция растет. Вполне возможно, что просто правоохранительные органы стали действовать более внимательно, более эффективно или стали считать коррупцией то, мимо чего они в прошлом году еще проходили мимо. Возможно, что это рост коррупции, а возможно, что это рост эффективности или тщательности действий правоохранительных органов. Я думаю, что скорее всего имеет место и то, и другое. 55 миллиардов рублей, понятно, что это даже не верхушка айсберга, это пылинка на айсберге по своим масштабам в России. Но, по крайней мере, хорошо, что это начали от Мавлия. Насчет возврата средств я бы не спешил радоваться, потому что проблема заключается в том, что у нас действует введенное перед Медведевым, в бытности его президентством, средневековая норма, по сути дела, когда коррупционер может откупиться от преследования за ту взятку, которая была выявлена, из тех взяток, которые не были выявлены. По сути, коррупция в госорганах – это государственное преступление, это предательство и измен на родине, уверен Михаил Делягин, и просто откупаться от этого никак нельзя. А минимальные меры борьбы всем хорошо известны, напоминает эксперт. Но самое главное заключается в том, что борьба с коррупционерами имеет очень малое отношение к борьбе с коррупцией. Потому что для того, чтобы бороться с коррупцией, нужно менять правила, которые ее прождают. Изменения этих правил мы не видим. Мы не видим применения антикоррупционных практик. Ведь задача заключается не в том, чтобы посадить как можно больше плохих людей, а в том, чтобы плохие люди стали хорошими. И далее переход на электронную систему принятия решений. Это не ключевая мера, она вспомогательная, она здорово облегчает борьбу с коррупцией, потому что становится возможным проводить невидимые проверки, когда все ваши решения, они фиксируются в электронном виде. Эти меры мы не видим. Мы видим только слабые три опции в рамках политики социализации, о том, что нужно ввести электронную систему, и то непонятно чего. То есть вещь второстепенная и, скорее, связана с освоением бюджетных денег, еще с борьбой с коррупцией. Но у нас система построена таким образом, что чиновники не только откупаются и продолжают заниматься коррупцией, но и внушают, будь то те козлы отпущения, которых арестовали, это и есть истинная борьба с коррупцией. Но это не так. Так что у нас есть чем похвастаться, у нас есть достижения в этой сфере. И очень видно, что эти достижения применяются только, что называется, по низам, а не по верхам, потому что наиболее опасна верховая коррупция. Сегодня мы наблюдаем, ну, скажем, как Медведев в свое время резко затруднил борьбу с коррупцией, разрешив за нее откупаться и разрушив, ликвидировав в системе ВВД управление по борьбе с рукой преступностью. Это был огромный подарок организованной преступности, который сделал президент Медведев. Мы видим ситуацию, когда рейдеры захватывают, разрушают целую отрасль. Какая может быть борьба в коррупционерной коррупции в ситуации, когда рейдерство, по сути дела, воплощается в государстве. И в целом говорить о борьбе с коррупцией немножко странновато, потому что понятно, что добросовестный чиновник не может заниматься подрывом основы государства устроя. А коррупция производит впечатление именно таких основ. В 92-м году при Борисе Николаевиче заложили, товарищ либеральный реформатор, так это, в общем-то, и сохраняем. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».